Всем мира, добра и любви! Пришло несколько посылок, все посылки с сайта Алиэкспресс. Давайте открывать и смотреть, что же здесь внутри. И давайте начнем, я не знаю, давайте с вот этой посылки. Посмотрим, что здесь. А это у нас насадка на душ. И эта насадка у нас... Здесь должна быть возможность установить фильтры. Так, а как она откручивается? Вот здесь откручивается и вот здесь фильтр. Установлен для воды. Как она работает, сейчас я показать не могу. Я сейчас смотрю просто на качество. Здесь у нас из резины все. Вот так переключатель работает. И здесь еще есть, наверное, какие-то переключатели режимов. Работы вот этой насадки для душа. Также в комплекте, вот я, так понимаю, в подарок такая наклейка. Какая-то буклетик еще. И поскольку эта насадка работает с фильтром, то есть для душа. И эти фильтры, вы понимаете, будут выходить из строя, поэтому я заказал вот еще несколько фильтров. Там можно было заказывать только вот насадку с одним или с вот этим комплектом, или максимальный комплект. Если не ошибаюсь, это был максимальный. И здесь здесь фильтровку вот этой насадки. Как она работает, повторяется, увидим позже. Так, что здесь? Так, а здесь у нас штаны, наверное, зимние. Если это мои, да, это мои. А я уже заказывал. Такие же, абсолютно такие же штаны. Они мне очень понравились. Я уже второй год отношу эти штаны. Но, конечно же, иногда надо, вот, они пачкаются, естественно. И поначалу их можно просто там мокрой какой-то тряпкой, или даже под душем помыть, и они высыхают очень быстро. Но потом все равно есть такие как бы следы, и надо их стирать. И нет желания как бы менять штаны, поскольку они очень крутые. Но и я решил, почему бы, чтобы у меня не было две пары. В любом случае, вернее, где штук, наверное, это правильнее. В любом случае, после того, как выйдут из строя одни, я пожелал бы западать или вторые такие же, поскольку реально крутого качества. И этот материал не промокает, он очень хорошо, как бы, стирается грязь. И нос, кстати, штаны очень хорошо, удобный. Размер на метр восемьдесят три, там практически девяносто килограмм, восемьдесят восемь где-то килограмм. И здесь у нас 2XL. Первые были 3XL, но они немного такие, как бы, можно и 2XL, как будут эти, ну, надо будет примерить, посмотреть. Просто там разница в длине, я думаю, разницы не будет. Будет только в объеме разница. А вот здесь мне, как бы, на 3XL очень, они такие, ну, с ремнем надо носить, как бы так. А эти, я думаю, они и так будут, поскольку здесь есть в этой резинке. Ну, в принципе, я думаю, что они мне должны подойти. Ну, качество тоже, я смотрю так, и прошиты они достаточно хорошо. У меня ни один шов не разошелся, они служат, как бы, очень хорошо. А я их, там, ношу практически каждый день, они очень удобные. И реально, и со детьми поиграться, там, они ни снега не боятся, ни воды, ни грязи. Ну, очень практичные, хорошие штаны. Если кому-то надо вот такие, обратите внимание. Ну, конечно, это не, как бы, нарядные штаны, это просто такие спортивные штаны. Это все, конечно. Такая очень хорошая цена. И все попробует заказать. Я заказал и другие, там, те, что уже проверены. То есть, такие, как у меня сейчас. Я заказал вторую пару, поскольку повредил свои. Ну, увидел, что на эти, на эти заказал. Но я уже вижу, что здесь размер какой-то, ну, в детстве. Я 44, 44, 45, но это вообще. 44, 45, размер здесь на какой-то, не знаю, 41, наверное. Вот, сразу же. Обращаю ваше внимание на размер. Они подойдут реально. Ну, давайте, где-то есть у меня рулетка под рукой, чтобы показать вам размер. Но, к сожалению, рулетки я не вижу. Давайте вот так примерно. Нет, это не получится так. Где рулетка? Была же где-то здесь. А, ладно. Придется так, как-то. Проверить, чтобы просто уже у вас была информация, примерно, что здесь получается. Ну, вот, по вот этому. Это где-то 25. Ну, это с запасом 25. Вот, края, край. А так где-то 23 будет. Сантиметр. Дальше уже прикидывайте себе такой размер. Ну, возможно, для жены подойдут. Хотя я для жены вот этих заказал. Вот, смотрите, здесь такой же размер. То есть, там вообще нет смысла выбирать размер. Они все будут вот такие. А здесь 38. Как бы должен быть размер. 58-39. Ну, как бы размер, как вы понимаете, не угадал. Или там указано было. Если там указано что-то неправильно, тогда будут просить возвращать часть денег. Если же там что-то было правильно указано, я просто не посмотрела, а посмотрела на вот эти 44. Ну, тогда ничего не получится. А это очки. Очки это с одиоптами. То есть, для тех, у кого плохое зрение. И я уже не знаю, сколько лет работаю с этим производителем. И заказываю здесь очки. И эти очки, как бы, с напылениями разными. Здесь у нас напыление идет и для автомобиля. То есть, для того, чтобы... Ну, как бы от солнца оно идет для затемнения. И для компьютера. Для работы за компьютером. Какая-то линза другая. Я когда-то заказывал другую, или не, уже такую делают. Она была какая-то побольше. Ну, то есть, или я что-то не тот так же указал. Надо смотреть. Похожая форма, но сама линза была побольше. Мне нравилось то, что здесь побольше. Ну, посмотрим. Как оно будет. Ну, все ссылки будут в описании под видео. Вот такие товары. Если будут какие-то пожелания, там, что-то увидеть, более подробный обзор, или что-то, какая-то информация нужна будет, пишите. На этом все. Всем мира, добра и любви. Спасибо за просмотр этого видео. Кстати, я не показал вам этот размер. Поскольку, возможно, кто-то и женский пожелается показать. А здесь у нас указано, вот, 250 миллиметров. 38-39. Вот, кстати, вот за это уже надо будет... Так, если здесь что-то неправильно. 15. Ну, вот, уже нет. 15 и 8. Это у нас 23, а не 25. Ну, конечно же, они могут и вот это измерять. Ну, вот как-то так. Ну, чтобы вы понимали по размерам. Все. Всем хорошего настроения.